САМАРСКОЙ ОБЛАКТИ Недавно по федеральным каналам прошла новость о том, что в одном из дворов Самары уже более 20 лет прямо на детской площадке стоит памятник криминальному авторитету из 90-х. Кандал в Самаре жители города требуют убрать с детской площадки памятник криминальному авторитету. Беззаботные дети даже не подозревали, что же именно находится рядом с ними по соседству. Криминального авторитета Владимира Беркута знали, похоже, все, кто живет в этом доме, жители соседних домов, но почему-то не знали в районной администрации, которая расположена отсюда через дорогу. В итоге он стоит здесь уже 24 года. А жители постарше, которые помнили те времена, боялись прикасаться к траурному обелиску. По их словам, у камня есть владелец, с которым никто не хочет связываться. Попытки убрать памятник кто-то из жильцов уже предпринимал, но всякий раз вмешивались некие граждане и возвращали достопримечательность на место. Связываться с этими гражданами никто не хочет, о них даже говорить боятся. Нельзя его накрыть хотя бы чем-нибудь. Только не надо, потому что я тоже боюсь. Вернемся на 20 лет назад, когда в апреле 1994 года в этом дворе киллером был убит брат главы одной из самых жестоких преступных группировок Владимир Беркут. Группировка Беркута занималась крышеванием рынков, воровством с автоваза и хищением топлива через нефтяные врезки. Спустя пять лет по дороге из Тольятти в Самару на железнодорожном перекрестке был расстрелян криминальный авторитет Константин Беркут, который возглавлял в те времена ОПГ Беркуты. Для его убийства киллерами был разыгран целый спектакль. Бандиты переоделись в форму железнодорожных рабочих, подожгли на дороге «Жигули» второй модели и делали вид, что пытаются потушить и спасти горящий автомобиль. Когда джип криминального авторитета Беркута притормозил, чтобы объехать огненную преграду, внезапно дорожные рабочие из-под комбинезонов достали автоматы и в упор ураганным огнем расстреляли джип. Все, кто находился в этот день в джипе, были убиты. Фактически, с этой точки ОПГ Беркуты были обезглавлены. И с этого момента начинается путь одной из самых известных группировок современности – ОПГ индейцы. Неузнаваем стал облик советского Поволжья. Недалеко от Новокуйбышевского нефтезавода возник новый город, который совсем недавно нанесен на карту нашей Родины. Он называется Новокуйбышевск. Обилие нефтяных заводов Самарской области привлекало преступное формирование. И это неудивительно. Ведь в многочисленных трубах, которые проходят прямо под ногами, текут миллионы долларов. Нужно лишь немного перенаправить поток трубы к себе в бак, и ты сказочно богат. Но на деле приходится отбиваться от других бандитов, запугивать честных жителей, избивать, похищать, жечь автомобили и давать взятки судьям, работникам нефтезаводов, а также, конечно, подкупать правоохранительные органы. К сожалению, в охоте за нефтетрубами индейцы причинили немало горя обычным людям, которые вставали у них на пути. Так, 27 февраля 2003 года был убит начальник производства Новокуйбышевского НПЗ Виталий Лаврентьев, который занимался выявлением врезок в нефтепровод завода. В 2006 году был расстрелян автомобиль генерального директора завода нефтепереработки Аркадия Маргулиса. В 2012 году повесился инспектор ДПС Дмитрий Коршунов, который занимался сопровождением цистерн с ворованной нефтью. В 2019 году застрелился экс-мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин. По неофициальной версии он был застрелен после того, как сын убитого Фомина Иван, начальник цеха номер 10 Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода «Роснефть», занимавшийся отгрузкой нефтепродуктов, сообщил начальству о хищениях нефтепродуктов прямо с завода и пытался добиться возбуждения уголовных дел. После этого Ивана уволили, а его отца застрелили. В 2020 году был задержан автомобиль полной боевого оружия, который связывают с индейцами. 17 марта около 23 часов сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Самарской области совместно с УФСБ России по Самарской области в результате проведения оперативных мероприятий на Самарском шоссе города Новокуйбышевск при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» задержали автомобиль «Тойота» под управлением местного жителя 1971 года рождения. В автомобиле задержанного правоохранители обнаружили и изъяли 24 предмета, конструктивно схожих с огнестрельным оружием. Пулеметы-автоматы Калашникова, автомат МП-5, пистолеты, боеприпасы ВОК и 700 патронов различного калибра. Не слишком ли много боевого оружия для безобидных нефтевречников? Шальные деньги. Оружие и крыши среди правоохранителей – это ядерная смесь. В пьяном угаре нефтевречники стреляют даже друг в друга. Сейчас мужчину обвиняют в убийстве, а также в незаконном приобретении и хранении оружия. В марте в кафе Новокуйбышевская Камакура он выпивал вместе с друзьями. Они отмечали тот факт, что одному из них, Алексею Пуслухаеву, удалось после кражи нефти отделаться условным сроком. По версии следствия, произошла ссора, и Вышинский взялся за пистолет. Выстрел зафиксировала камера видеонаблюдения. Записи обвиняемый стер, но силовики сумели их восстановить. В суде о событиях того дня вспоминают работники кафе. Все было вроде бы нормально, было не шумно, ничего. Потом прозвучал очень громкий хлопок. Ко мне подошел молодой человек, но он сказал, что это стреляли. Не менее двух выстрелов, Пуслухаев, соответственно, от которого тот скончался на месте преступления. Далее он позвонил своему знакомому, некому Мамедову, предложил скрыть преступление, вывезти труп. Тело обвиняемой положили в машину и везли подальше от кафе в другой конец города, в гаражный массив рядом с улицей Мичурина. Здесь они спрятали его в заброшенном погребе и надеялись, что никто не найдет. Однако уже на следующий день после убийства случайный прохожий обнаружил тело и сообщил в полицию. Работники кафе напротив молчали. Следователи утверждают, что им угрожали. В руках у меня слухи, которые неоднократно нам рассказывали о Сергее Полужнове, он же в виде нет. Многие из них косвенно подтверждаются, но это все слухи. Я не утверждаю, что это так, поэтому просто хочу их прочитать. А верить или нет, это уже решать вам. В кафе были избиты сотрудники ДПС. Только за то, что просто остановили автомобиль жены Сергея Полужнова и выписали ей штраф. Ради удовольствия, уже плотно сидя на нефтяной трубе, Сергей Полужнов продолжал крышевать автомобильные мясные рынки в Акудышевском. За провинности внутри преступной группировки, физические наказания в так называемой комнате пыток. Все это записывалось на камеру. Где-то эти записи есть. Демонстративно был избит возле здания суда один из известных предпринимателей Новокуевшинска, который отказался платить за крышу. Позже Лексус этого предпринимателя был сожжен. Поджег автомобиля Петрущева прямо на территории ГАИ. Доведение до самоубийства инспектора Дмитрия Куршунова, который для спасения жизни своей семьи решил наложить на себя руки. Возможная причастность к убийству предпринимателя Игоря Станкевича. И все это продолжает происходить в то время, когда правоохранители Самарской области заявили, что уже покончили с этой группировкой. Эти случаи мы попросим повторно проверить сотрудников Следственного комитета и Федеральной службы безопасности. Для этого мы вышлем в эти организации журналистские запросы со всеми материалами. Что-то нам подсказывает, что сотрудники полиции Самарской области могли действовать в интересах бандитов. Официальная статистика. За год в Новокуйбышевске были обнаружены 83 врезки. По ним в органы были направлены 52 заявления. Уголовных дел было заведено 32, а в суд попало только 3. Это говорит о полной коррумпированности региона, начиная от нефтезаводов, заканчивая правоохранительными органами и судами. В следующей серии мы расскажем о предполагаемом лидере ОПГ индейцы Сергея Плужнове, который ранее был задержан по уголовному делу о перестрелке с ОПГ Щербакова, но сейчас находится на свободе. Покажем его спрятанное имущество, которое он оформляет на членов банды. Расскажем, кто из адвокатов и сотрудников органов крышует деятельность ОПГ. Кому предполагаемый вождь индейцев Вини платит по 3 миллиона рублей в месяц. Как реализуется похищенная нефть, а также многое другое. Подписывайтесь и следите за новыми выпусками.